Эта пандемия распространена быстрее, чем любая болезнь в современной истории. Общественность в восторге, а все потому, что им удалось не только воскресить классику, но и круто ее переосмыслить, сохранив почти все достоинства и привнеся многие новые элементы. И игра при этом удивляла и технически, и очень сильно отличалась от всего, что есть на рынке сейчас своим геймплеем, своим геймдизайном. И можно было ожидать, что Resident Evil 3 Remake пойдет по протоптанной дорожке, но оказалось все несколько иначе. На самом деле игру делала другая команда, одновременно с ремейком Resident Evil 2, и более того, эти две игры должны были выйти изначально в одном пакете. Но с третьим закончить не успевали, перенесли на год. И, наверное, не зря, потому что, возможно, для кого-нибудь Resident Evil 3, вышедший вместе со вторым, несколько бы подпортил картину, потому что по своему смыслу, по своему содержанию, это достаточно сильно другая игра. И сейчас, наверное, в интернете будет много возмосов фанатов про то, что вот опять все полимеры просрали, превратили Survival Horror в шутерок. Но такое в адрес Resident Evil мы слышим постоянно. Почему? Потому что, ну, Capcom, они так вот работают с франшизой. У них одна игра, она Survival Horror, а другая, она экшеновая. И на самом деле даже третий Resident Evil в свое время, при том, что он оставался Survival Horror, он все-таки был намного более экшеновый, чем второй. Не настолько, насколько вот его ремейк, но в целом ситуация похожа. Лично мне Resident Evil 3 напомнил, наверное, больше всего шестую часть, которая такая совсем экшеном получилась и тоже многим не понравилась, но мне вполне себе зашла. Правда, с ремейком третьей части ситуация несколько другая. Я буквально на днях прошел Half-Life Alyx, который по-своему был стрёмным Survival Horror, с очень крутыми сценами и с абсолютно новыми впечатлениями. И вот понятно, что к большинству игроков это не относится, тех, кто будет в третий Resident играть. Но вот на его фоне Resident Evil 3 выглядит, ну, совсем уж блекло. При том, что нельзя сказать, что это какая-то там плохая игра, халтура. Нет, наоборот, очень много в нее усилий видно вложено, видно, что с любовью подошли к оригиналу. При этом, в отличие от ремейка Resident Evil 2, у этой команды явно другой подход был, и они решили практически полностью перекроить игру. Она играет совершенно по-другому. И, наверное, многих фанатов расстроит то, что в этой игре не будет каких-то сцен из оригинала, каких-то целых уровней. Но в целом это следствие того, что игру действительно очень сильно перетрясли. И надо сказать, что в ее сценарий внесли гораздо большую логику, у нее стало более-менее нормальное, внятное повествование. До конца все равно все не ясно, все моменты, но видно, что авторы вот очень старались сделать из всего этого внятное такое киношное приключение. Я заброшен в госпитале, посвящен с каждым типом оборудованием. Смотри, просто посвящен в Старр, они будут знать, что делать. Нет, я негативный. РПД тоже обернулся. Тогда выяснись! Но, увы, на фоне ремейка Resident Evil 2 эта игра ощущается как-то намного-намного проще. Ты в нее меньше веришь, меньше чувствуешь атмосферу. Она зачастую ощущается гораздо более картонной. И, в общем, это расстраивает. При этом, повторюсь, не кажется, что авторы халтурили или не старались. Они, как и в случае с Resident Evil 2 ремейком, дополнили, как бы, некоторые сюжетные линии. Они сделали пролог, отталкиваясь там от картинки в интро оригинальной игры, где Джин Валентайн сидит на диване в квартире. Они сделали целую сцену, где она еще до зомби-апокалипсиса живет в квартире, будучи уволенной из Старрс, из полицейского подразделения элитного, за то, что она копала под Амбрелло, будучи участницей событий Resident Evil 1. Она знает, что Амбрелло во всем виновата, что, возможно, случится беда, ей снятся кошмары на тему того, что, возможно, она инфицирована, она до конца не знает, может, у нее иммунитет выработался, может, нет. И, в общем, сидя в квартире, она продолжает расследование, общаясь со своими бывшими коллегами. Амбрелло тоже не дремлет и решает устранить всех, в общем-то, очевидцев событий в особняке. И для этого создает свое супероружие Немезиса и выпускает его, в общем-то, на улице города, чтобы он устранял всех свидетелей. И вот прям-таки сходу с начала игры он приходит за Джилл, следует головокружительная сцена погони, в результате которой вот Джилл от него убегает и оказывается в метро, где встречается с наемниками Амбрелло, которых, в общем-то, послали зачищать улицы, помогать населению. И вот они всех выживших собрали в метро и не могут никак запустить поезд, чтобы он тронулся с места. Действующих элит среди наемников всего трое, плохой русский, хороший русский и, видимо, мексиканец Карлос, который, собственно, немедленно проникается симпатии к Джилл, ну и вместе они отправляются в приключения. Первая задача – восстановить питание метро. Это безопасно. Я в порядке. Парсональный space. Окей, я понимаю. Ну и, собственно, мы играем за двух персонажей, которые вот в разные временные отрезки параллельно пытаются достичь какой-то цели. И все это быстро превращается в какой-то очень бодрый боевик. Если поначалу в Resident Evil 3 ты еще такой по привычке со второй части как-то пугаешься, пугаешься орд-зомби, но очень быстро ты вспоминаешь, что это все-таки Resident Evil, от зомби нужно бегать и очень, опять же, быстро в этой игре становится совершенно не страшно. Практически сразу у тебя появляется много патронов, но зомби столько, а городские улицы такие широкие, что большинство зомби ты просто оббегаешь. У нас есть небольшой район города, который имеет очень мало отношения с тем, что было в оригинале. То есть вся логика уровней абсолютно другая. Через этот райончик, то и дело встречая какие-то знакомые вывески, мы прокладываем маршрут. Сказать, что это совсем как-то не атмосферно, ну нельзя, но лучше это вообще не сравнивать со второй частью, где ты двигался так медленно, шажочек за шажочком, вглядывался в глубину темного коридора, и тебя как-то, в общем, постоянно пугали криками. В каждой комнате тебя ждал неожиданный сюрприз в виде неожиданно вылезающего зомби. Сами зомби были серьезными противниками, в которых там нужно было много патронов засадить, они еще оживали, патронов постоянно не хватало. Ты там бегал по этому полицейскому участку, зад, вперед, и постоянно что-то неожиданное, еще более ужасающее случалось. Здесь ситуация совершенно другая, ты вот бегаешь, уворачиваешься от зомби, в какой-то момент на тебя вылезает Немезис, Немезис, опять же, очень, если сравнивать с Resident Evil 2, разочаровывает, потому что, ну, логично было предположить, что это будет какой-то эволюцией сражения с Мистером Икс, который, если кто не играл, сходит свободно, перемещается по всему полицейскому участку, и тебе действительно от него нужно прятаться. И это непробиваемая машина смерти, от которой нужно постоянно убегать и истошно кричать. Немезис в Resident Evil 3 скорее раздражает, потому что, в принципе, да, он тебя преследует, но как только он отстает, он там берет и прыгает туда, где ты находишься. Он тебя на расстоянии там пытается схватить, притянуть, и самое главное, что никакого геймплея особенного с ним нету. То есть он не ходит свободно по этому городу и там неожиданно тебя нападает. Нет, он просто тебя преследует. То есть автор говорит, побежали. И ты от него уматываешь, знаешь, куда тебе нужно бежать. И основная задача максимально эффективно это сделать, уворачиваясь от его всяких суперприемчиков. Я несколько раз бросал играть, потом стиснув зубы брал джойстик снова и продолжал пробегал тот же марафонный участок с более идеальной траекторией. Не могу сказать, что это было очень интересно. Но со временем на эту особенность игры ты принимаешь, доходишь до какого-то момента, и тестов говорят, давай, беги, чувак. Соскучился по Немезису? Ну, слава богу, он каждый раз меняется. То ракетницу достанет, то огнемет. И, в общем, нельзя сказать, что по итогу он там надоедает. Иногда раздражает, особенно в начале, но потом привыкаешь и начинаешь даже удовольствие какое-то получать. Но в целом, повторюсь, не чита тому, что было в Resident Evil 2. Более-менее атмосферные эпизоды достались Карлосу, как незабавно. То есть он, например, приходит в полицейский участок, который мы во второй части исследуем. Причем события третьей части, они происходят до событий второй, поэтому мы видим некоторые сцены, как там укусили полицейского в главном холле, как растерзали других полицейских в левом крыле. И все это приятные мелочи, но, опять же, полицейский участок ты уже наизусть знаешь, и мало тебя, что в нем пугает. И причинно-следственные связи некоторые было-стало, тоже вызывают вопросы. Ну и не сказать, что в полицейском участке мы проводим сколько-то значительное какое-то время. Куда больше Карлос шастает, например, по больнице, и в какой-то момент ты там прям ловишь атмосферу. Но правда, она довольно быстро нарушается очередным новым видом монстров, которые быстро носятся и пытаются тебя сожрать. И даже их ты, на самом деле, не сильно боишься, потому что все равно большая часть игры проходит с автоматом наперевес, а еще чаще с гранатометом наперевес, для которого тоже можно крафтить разные патроны, кислотные, огненные, расставлять с помощью него мины и так далее. На самом деле, опять же, удивить игре особо здесь нечем. Правда? Давайте сделаем это. Погибай! И вот это, на самом деле, главная ее проблема. Ну да, это качественная, крутая, достаточно игра, за которой можно привести такой вечерок. То есть, я думаю, на спидране она проходит часа за четыре, но вот если по-нормальному играть, это такой крепкий вечерочек. Но этот вечерочек не будет состоять из охов и ахов о том, как же круто, блин, как было с ремейком Resident Evil 2. Он будет, к сожалению, состоять просто из беготни, стрельбы и лихо поставленных видеороликов, что мы уже, на самом деле, в сериале видели не раз. Уж какой Resident Evil 6 был крутой, навороченный, с суперэкшеном. И мне почему-то кажется, что если вот эти две игры сравнить, то Resident Evil 6 будет получше, и поразнообразнее, и поинтереснее. Чтобы немного сгладить впечатление, игра идет в комплекте с Resident Evil Resistance. Это такой мультиплеерный вариант Resident Evil, в котором четверо игроков пытаются, в общем-то, выбраться, добраться до нужной точки, а пятый игрок подстраивает им в этот момент различные ловушки, наблюдая за их передвижением по камерам. Отчасти это, на самом деле, тоже не на вовсе, это развитие идеи Resident Evil Outbreak, которая выходила на PlayStation 2, и уже очень многими подзабыто. Насколько сетевая часть хорошо, ну, станет понятно, когда игра выйдет. То есть вот, завтра уже можно будет попробовать, если это будет интересно, расскажу отдельно. Ну, а вот сам Resident Evil 3 ремейк, к сожалению, не такая бессмертная классика, как ремейки первой части и второй. Реально, к сожалению. Мне кажется, должно было быть как-то получше. Ну, а с другой стороны, и оригинальный Resident Evil 3, ну, он как-то во времени потерялся, на самом деле, рядом со вторым, четвертым, первым, он тоже довольно блеклый на их фоне. Так что, возможно, все так, как должно быть. За пакет, наверное, в целом можно поставить 8 баллов, но сама игра 7-7,5, не больше. Спасибо, что смотрели. С вас лайк, подписка и рекомендации друзьям. Пишите в комментах, что думаете, когда поиграете. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok